Всем привет! Сегодня особенный день, и я бы хотела показать вам, как я буду готовиться к этому событию, как я буду краситься, наверное, и приводить себя в порядок. Ой, что это я молчу? Давайте я вам буду комментировать все, что я делаю. Когда я мою волосы, я потом их сбрызгиваю спреем, чтобы они легко расчесывались. Мне очень нравится. Ну и когда я хочу, чтобы мои волосы были очень объемными, у корней не только 12 минут после прически, но и весь день, возможно, на следующий день, я использую пену для объема. В основном волосы я сушу в перевернутом виде. Помогает восстановить кончики волос и их нижнюю треть. Масло. Я его просто обожаю. Вы сами видите, как оно прекрасно справляется с сухостью. Перед тем, как делать макияж, я всегда надеваю платье, чтобы потом его не испачкать. Сегодня у меня такое. Ну и приступим к макияжу. Скрываю на Т-зоне свои расширенные поры. Круговыми движениями просто их втираю и прямо на глазах они тают. Буду использовать сегодня сиси-крем, чтобы не было на лице никакой маски. Мне так хочется, мне так удобнее, чтобы мне не приходилось потом весь день поправлять то, что у меня на лице. Излишки я уберу кисточкой кабуки. И какие-то нюансы я скрою при помощи корректора. Мне нравится этот. Не знаю. Постоянно им пользуюсь. Никак не закончится. Конечно, все это нужно немножечко припудрить, чтобы закрепить результат. Кстати, под глаза я буду использовать не консилер какой-то специальный, а именно биби-крем. Мне кажется, что вот этот биби-крем очень классно справляется. У них у всех какие-то очень светлые оттенки. Хоть у меня и 23-й, но он очень светлый. На все лицо я не могу его использовать. Чтобы скрыть капилляр на глазах, я буду использовать базу, ланком. Мне она очень нравится. Кстати, вот эти румяна я использую очень часто в последнее время, потому что они придают такой холодный румянец, как будто ты немножечко подмерз. Мне это нравится. Что касается бровей, в последнее время я не люблю такие четкие формы. Да и мне кажется, это немножко так уже отошло на второй план. Рачешу их так легко и буду дальше. Вот бровями я немного проведу хайлайтером. Он без блеска. И мне очень нравится эффект, который он дает. Вкрывает взгляд, делает его ясным. Прямо пальцами я наношу тени, которые подходят под цвет моих век больше всего. Ну а на внешний уголок глаза я буду наносить темный оттенок, немножко удлиняя его, как видите. Мне кажется, надо добавить немножко черного карандаша, чтобы закрепить этот эффект. Глаз будет более мангалевидным и изящным. Это вы уже видели. Это мой любимый хайлайтер Catrice, который я использую во внутренний уголок. Мне кажется, взгляд сразу, вау, становится таким ярким. Да? Ну и над губой, чтобы сделать ее более выпуклой. Вот этот карандаш я использую постоянно в последнее время. Ну и классика жанра – это тушь «Гипноз». Буду всех гипнотизировать. Надеюсь, у меня получится. Брови я закрепляю в самом конце. Использую для этого тушь «Беверли Хиллз». Мне кажется, хорошо уходит. Так, и немножко надо проскульптурировать носик, чтобы сделать его более изящным. Делаю прямые линии чуть-чуть ближе друг к другу тех моих естественных изгибов, чтобы его немного сузить. Ну и по центральной линии я прохожусь светлой пудрой. Вот эта помада супер. Я очень не буду переживать, когда она у меня закончится. Оттенок потрясающий. И мне очень нравится, как себя чувствуют губы с ней. Мне кажется, вот эти украшения очень классно будут смотреться, дополняют образ, делают его более ярким и запоминающимся. Да, и вот эта асимметрия, которая так актуальна сейчас, тоже будет весьма кстати. Можно еще использовать вот такой вариант. Но мне кажется, больше вот так подходит. Еще есть вариант с розовыми. Но мне кажется, к платью они немножко не подходят. Лак для ногтей. Потрясающий оттенок, матовый. Кажется, я готова. Можно бежать. Кажется, я готова. Надеюсь, вам понравились мои приготовления. И увидимся совсем-совсем скоро в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok